Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Карпова Серафима Ивановна. Сегодня на нашем занятии мы рассмотрим задание Единого государственного экзамена по химии номер 18. На этом задании вам показан пример задания из контрольно-измерительных материалов этого года. Это задание на тему скорости реакции и ее зависимость от различных факторов. Это тестовое задание, на котором является последовательность из двух или трех цифр, уровень сложности базовый, за это задание можно получить 1 балл максимально и рекомендуется выполнять это задание примерно 2-3 минуты. Что проверяет данное задание? Основные понятия это у нас скорость реакции, ее зависимость от различных факторов, роль катализаторов в природе и в промышленном производстве. Выпускник должен уметь объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического равновесия. Перед тем, как приступить к этой теме, необходимо повторить сначала, что такое химические реакции, типы химических реакций, классификацию химических реакций и уже приступить к повторению скорости химической реакции. Все мы знаем, что скорость химической реакции – это изменение концентрации исходных веществ или продуктов реакции в единицу времени. Арифметическое выражение на едином государственном экзамене скорости химической реакции не применяется, но тем не менее необходимо понимать, что в ходе химической реакции реагенты, они взаимодействуют друг с другом, изменяя концентрацию, они накапливаются, то есть их становится больше. А продукты реакции, они накапливаются, наоборот, я неправильно сказала, реагенты расходуются, их становится меньше, а продуктов становится больше, поэтому их становится все больше и больше. Поэтому их концентрация меняется, и по изменению их концентрации мы можем говорить о скорости химической реакции. Какие же факторы влияют на скорость химической реакции? Основные факторы – это природа взаимодействующих веществ. Но когда мы говорим о природе взаимодействующих веществ, как основное правило, чем активнее вещество, тем активнее они взаимодействуют друг с другом. Нужно понимать, что самые быстрые реакции – это гомогенные реакции. Так как взаимодействие происходит во всем объеме реакционной смеси, а в гидрогенных реакциях взаимодействие происходит только на границе раздела фаз. Поэтому они протекают уже медленнее, не во всем объеме. Следующий фактор – это температура. Любая реакция при повышении температуры, скорость движения частиц возрастает. Соответственно, они сталкиваются чаще, поэтому взаимодействие тоже протекает более интенсивно. То есть при повышении температуры, скорость реакции тоже повышается. Следующий фактор – это концентрация реагирующих веществ. Но опять же, чем выше концентрация реагирующих веществ, тем они чаще сталкиваются друг с другом. И реакция тоже протекает более интенсивно. Здесь нужно помнить, что скорость реакции зависит только от концентрации реагирующих веществ, а не продуктов реакции. Здесь еще нужно обратить внимание, что для газообразных веществ увеличение давления вызывает возрастание их концентрации. Следовательно, это тоже ускоряет химический процесс. Далее, присутствие в реакционной системе катализатора или ингибитора. Уже всем известно, что катализаторы – это вещества, которые увеличивают скорость реакции. А ингибиторы, они наоборот, замедляют реакцию. И последнее – площади поверхности соприкосновения реагентов. Вот этот фактор влияет на скорость гетерогенных процессов. Фактор, когда имеется граница раздела фаз между реагентами. Поэтому если увеличить площадь поверхности реагирующих веществ, то есть измельчить реагирующие вещества, тем быстрее они будут взаимодействовать. То есть чем сильнее измельчено твердое вещество, тем интенсивнее, быстрее будет протекать реакция. Из предложенного перечня выберите все факторы, от которых зависит скорость реакции порошка железа с раствором сульфата меди. В данном задании нам уравнение реакции не дается. Поэтому, чтобы лучше представить этот процесс, нам необходимо составить уравнение реакции. В реакцию вступает порошок железа. Твердое вещество взаимодействует с сульфатом меди. Это у нас реакция замещения. Образуется в растворе сульфат железа. Железо двухвалентное это у нас в растворе. Я здесь не указала раствор. И на поверхности железа у нас образуется нить. Тоже твердое вещество. Уравнение химической реакции мы составили. И теперь мы давайте проанализируем все ответы. Первое. Это кислотность среды. Кислотность среды. Если мы будем добавлять кислоту, то, скорее всего, будет протекать рабочая реакция. Поэтому от кислотности среды у нас скорость реакции не зависит. Так, далее температура. При повышении температуры скорость любой реакции повышается. Поэтому мы выбираем этот ответ. Далее давление над раствором. Если нам дается давление, как фактор зависимости скорости реакции, тогда мы обращаем внимание на агрегатное состояние реагирующих веществ. Так, вот они, да? Так, они находятся в твердом состоянии и в растворе. Поэтому они не сжимаемы. Соответственно, от давления не зависит. Так, далее. Четвертый вариант. Это концентрация ионов меди. Ионы меди, они находятся в качестве реагентов. Поэтому, конечно же, если мы будем повышать концентрацию ионов, то реакция будет протекать нам намного интенсивнее. Поэтому мы выбираем четвертый ответ. Так, и степень измельчения порошка. Имеется в виду порошок железа, да? Так, это у нас твердое вещество. Поэтому, конечно же, от этого будет зависеть скорость реакции. Значит, ответ у нас получается 2, 4 и 5. Следующее. Следующий пример. Из предложенного перечня выберите все реакции, скорость которых возрастает при уменьшении PH среды. И опять же дается 5 вариантов ответов. Тоже мы должны выбрать все верные ответы. Количество верных ответов не указывается. Так, ну сначала давайте мы разберемся, что показывает PH среды. PH среды это у нас водородный показатель, который показывает концентрацию ионов водорода в растворе, да? И давайте вспомним. Если PH среды у нас будет меньше 7, то среда будет кислая. А если PH среды будет выше 7, да? То среда будет щелочная. Нам говорится об уменьшении PH среды. То есть здесь уже речь будет идти о повышении концентрации кислоты, да? Поэтому, соответственно, мы выбираем те варианты, с которыми имеется кислота в качестве реагента, реагирующего вещества. Поэтому сразу видно, выбираем ответы 1, 4 и 5. То есть верные ответы 1, 4 и 5. Так, ну если вы обратили внимание, что здесь вот на этом примере, да? Плажено знать не только факторы, влияющие на скорость реакции, но и необходимо знать, что такое PH среды, да? Чтобы верно решить задание. Идем дальше. Следующий пример. Укажите все факторы, от которых зависит скорость гидролиза. Здесь сахарозы в водном растворе. Так, ну это задание, мне кажется, сложено тем, что нам дается процесс по органической химии. Тоже уравнение реакции не дается. Поэтому, конечно же, лучше составить уравнение реакции, чтобы лучше представить себе этот процесс. Сахароза. С12, H22, CO11. Так, сахароза. Это у нас процесс гидролиза сахарозы, поэтому взаимодействие с водой. Ну, вот этот процесс у нас обычно протекает в обкисленном растворе, да? При этом у нас образуется одна молекула глюкозы и одна молекула сахарозы, ой, фруктозы. То есть, молекула сахароза у нас рассчитывается. Так, уравнение химической реакции мы составили, и теперь давайте рассмотрим уже варианты атлетов. Первое – это концентрация сахароза в растворе. Сахароза у нас находится в качестве реагентов. Это у нас основной реагент, да? Поэтому, если мы будем повышать концентрацию вот этого вещества, да, конечно, скорость реакции будет меняться, повышаться, да? Поэтому выбираем первый ответ. Далее – концентрация образующейся глюкозы в растворе. Глюкоза у нас находится в качестве продукта. Скорость реакции не зависит от концентрации продуктов реакции. Зависит только от реагентов, да? Наличие кислоты в растворе, да? Вот этот процесс подчикает интенсивнее в кислой среде, поэтому обычно реакцию подкисляют. Так, выбираем третий ответ. Далее – давление. Здесь у нас газообразных продуктов, ой, реагентов нет, поэтому скорость реакции не будет зависеть от давления. И последняя – температура, да? Если мы повышаем температуру, то скорость любого процесса повышается, поэтому выбираем. И таким образом у нас верный ответ получается 1, 3 и 5. Идем дальше. Четвертый пример. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции гидролиза 1-бромбутана. Тоже процесс у нас из органической химии. 1-бромбутан, да? Процесс гидролиза. И опять же дается 5 вариантов ответа. Химической реакции у нас нет, поэтому сначала тоже давайте составим уравнение реакции. 1-бромбутан. 1-бромбутан. Х3. Так, это у нас 1-бромбутан. Здесь у нас будет атомброма. Взаимодействие с водой. Обычно эта реакция протекает в щелочной среде, да? Обычно называем щелочной гидролиз. Так, у нас образуется при этом бутанол OH-группа и бромоводород. Так, ну и смотрим варианты ответов. Первое – повышение температуры. Да, мы сразу выбираем. Увлечение скорости реакции. Забываем, что мы должны выбрать все варианты, которые должны привести к увеличению скорости реакции. Далее – добавление кислоты. Так, ну, если у нас процесс протекает в щелочной гидролизе, да, то этот вариант мы оставляем. Далее – третье – понижение концентрации 1-бромбутана. Вот у нас 1-бромбутан. Если мы будем понижать скорость, ой, концентрацию 1-бромбутана, да, скорость у нас будет понижаться, да? Так, далее – добавление катализатора. Да, катализаторы, они повышают скорость реакции, да, поэтому этот вариант мы выбираем. Так, и последнее – повышение концентрации бутанола. Бутанол – это у нас продукт реакции. Так, и от концентрации продуктов реакции, да, скорость реакции никак не зависит. Поэтому к этому заданию верным ответом будет 1-и-4. Идем дальше. Так, ну и последний пример, который взят из администрационного варианта этого года. Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления не приводит к увеличению скорости реакции. Так, здесь идет речь об изменении давления, да, поэтому сразу обращаем внимание на агрегатное состояние реагирующих веществ. Нам дается 5 различных реакций процессов, да, так, ну и последовательно смотрим. Газообразные вещества в первом уравнении, в первом процессе – это хлор, да, значит, мы выбираем этот ответ, этот вариант. А если мы будем увеличивать давление, а не приходит, тогда, извиняюсь, мы этот вариант оставляем. Так. Так. Все реакции, для которых увеличение давления не приводит к увеличению скорости реакции. Ага, так, значит, мы выбираем, ну, газообразные вещества здесь у нас имеются в первом варианте, да, и в четвертом варианте. Значит, если мы в этих реакциях будем увеличивать давление, то у нас, конечно же, будет увеличивать свойств реакции, да, значит, верным ответом будет 2, 3 и 5. Так, ну, и какие рекомендации будут при подготовке к экзаменам по этой теме, да. Так, ну, и как вы видели, в заданиях могут быть не только вот факторы, влияющие на скорость химической реакции. Это задание может содержать темы из других разделов химии, да, поэтому подготовка, она должна быть систематической, последовательной, да, чтобы правильно, верно решить ответы. Так, ну, и обратить внимание на то, что повышение температуры реакции, повышение концентрации реагирующих веществ, да, всегда повышает скорость химической реакции. Также катализаторы изменяют, ну, влияют на изменение скорости реакции, да. Так, ну, и всем желаю успешной подготовки к экзаменам и до скорых новых встреч.